Служба участковых уполномоченных – одна из наиболее важных в системе органов внутренних дел. Ее сотрудники – это люди, преданные своему делу. Они занимаются профилактической работой, ежедневно решают проблемы населения, вносят большой вклад в дело укрепления общественного порядка. Мы расскажем об участковых уполномоченных прибрежного сельского поселения Славянского района. Иван Фидри и Артем Слепцов хорошо знают жителей, да и сами они известны практически всем. Специфика работы участкового в том, чтобы решать очень широкий спектр задач. При этом нужно знать основы деятельности всех служб и подразделений полиции. Возникающие вопросы необходимо решать в кратчайшие сроки, ведь от принятых решений зависят человеческие судьбы. И делать это следует грамотно и в соответствии с законом. Иван Фидри при выборе профессии брал пример с участкового уполномоченного из Анастасиевского сельского поселения. И не жалеет о своем выборе. Примером для меня стал Александр Николаевич Рогинский. Это старший участковый уполномоченный. В настоящее время проходит службу в станице Анастасиевской, где я родился. И вот я еще был маленьким, он был уже участковым уполномоченным. И на глаза мне всегда попадался. Поэтому стал примером для подражания. И, наверное, поводом для того, чтобы пойти в органы внутренних дел именно на должность участкового уполномоченного полиции. И в своей деятельности участковый уполномоченный по большей части, наверное, общается прежде всего с гражданами. Иван Фидри закончил Славянский педагогический институт, поступил на службу в отдел МВД, получил заочное образование в Краснодарском юридическом университете. Хорошие знания очень помогают ему в работе. По роду своей деятельности стараюсь обучаться, потому что нет предела совершенства, как говорится. И в любом случае, то, что ты умеешь, навыки и подспорь, тебе твои руководители, старшие участковые уполномоченные, которые отработали гораздо больше времени, нежели я. Обучение происходит посредством общения со своими коллегами. Не стоит время на месте, и в настоящее время век цифровизации, как было правильно ранее сказано, приходится обучаться новым технологиям, новым способом общения с гражданами. Участковому приходится разбираться как в мелких семейно-бытовых конфликтах, так и в более серьезных правонарушениях. Ему нужно проявлять терпение и тактичность в работе с людьми. С данными лицами проводится профилактическая работа, ну, конечно же, не без участия общественности, каким в настоящее время опорой является для нас деятельность администрации прибрежного сельского поселения. Это работа непосредственно с самим главой администрации, с Иганой Татьяной Василиной, и квартальными. Большую помощь оказывают в этом деятельности. Именно квартальные, потому как они, грубо говоря, на одном фронте с нами. После службы в рядах вооруженных сил Артем Слепцов попал на стажировку к Ивану Фидри. Они нашли общий язык и хорошо сработались. Сразу попал к старшему участковому Ивану Николаевичу. С ним начинал службу и по сей день служу. И надеюсь, дальше вместе также будем продолжать служить. То бишь, есть институт старшего участкового, благодаря непосредственно ему мне передались многие навыки. Очень многому научил меня. И так получилось, что сейчас в настоящее время работаем вместе на одном участке и вместе выполняем поставленные нам задачи. Поселки Садовый, Прибрежный, Вишневый, Степной – вот зона ответственности участкового-уполномоченного Артема Слепцова. В жилом секторе на этой территории дела обстоят вполне благополучно. Но для того, чтобы сохранять покой и благополучие, нужно приложить немало усилий. Почему решил служить в участковых? Потому что привлекало общение с гражданами. Как я сказал ранее, мы выполняем разные задачи. Начиная с кодекса об административных правонарушениях, заканчивая уголовным кодексом. Как сюда попал, просто решил попробовать. Получится, не получится, устроился. Получается, мне нравится. В дальнейшем службу планирую продолжать. Участковый-уполномоченный регулярно совершает обход территории, встречается и беседует с жителями, рассматривает их заявления по фактам и событиям. Ему необходимо подобрать правильный подход каждому жителю, быть своего рода психологом. Для успешной работы очень важно, чтобы люди от мала до велика уважали и доверяли человеку в погонах, к которому они обращаются за помощью в трудную минуту. И все это удается делать героям нашего репортажа, одним из лучших участковых уполномоченных Славянского района. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Получилось решение?